Ледовый дворец Десна ветераны Брянского хоккея сейчас не узнают. Признаются, изменилось здесь практически всё. По сути, новый спортивный объект. Отремонтировалось это здание новое, спасибо губернатору. Значит, новые гостиницы, новые кафе, новые административные здания. Всё изменилось. Ледовая арена. Условия, конечно, идеальные. Сейчас созданы. База великолепнейшая. Переменам в Брянском ледовом дворце теперь завидуют в других регионах, рассказывает директор спорткомплекса «Брянск» Дмитрий Ларин. Восемь раздевалов, которые у нас есть для детей. Это тоже уникальная вещь для того, чтобы все возраста хватило места. И впервые, наверное, у нас здесь сделали бросковая зона. Бросковая зона нужна для полноценных тренировок и опытным, и начинающим спортсменам. В идеальные условия для воспитания будущих чемпионов хоккея с удовольствием едут тренеры из разных городов страны. Уже прибыли опытные наставники из Подмосковья. Ну все так взяли и поменяли свою жизнь. Поменяли место поживания. Жили там, приехали в Чапай в город. Условия очень хорошие. Хорошие? Очень хорошие условия. Я сравниваю относительно других мест. Здесь очень отличные условия для хоккея и для детей особенно. В Брянск из Донбасса собирается переехать семья медиков. Сын – хоккеист и студент медицинского вуза. Побывав в нашем городе, увидев рядовые дворцы, загорелся и сагитировал на переезд родителей – врачей высшей категории. Ради того, чтобы привлечь врачей, и квартиру обещаем. Да, да, да. Квартиру дать. Тренера по хоккею высокой категории в Брянске ждет квартира. По инициативе главы региона разработана областная программа. Это предусматривает повышение заработной платы тренерам и предоставление им жилья. Сейчас губернатор очень большое внимание уделяет спорту. По хоккею скажу, что очень много дворцов строится и по районам, и у нас в Брянске. Повышение зарплаты сделал тренерам, очень серьезное повышение зарплаты. Только теперь надо только работать и все. На создание из Десны полноценного учебно-тренировочного комплекса было выделено 170 миллионов рублей из областного бюджета. Уникальный объект смогли сделать брянские строители по заказу регионального управления капитального строительства. Такого нет в ближайших регионах. И я так думаю, что при поддержке Александра Васильевича, нашего губернатора, уникальный комплекс для подготовки юных спортсменов. Игроки, которые принимали участие в тренировочных процессах раньше, они не могут поверить своим глазам, что на их глазах на самом деле произошло такое большое колоссальное изменение. Рядом с ледовым дворцом Десна строится крытый футбольный манеж для спортшколы «Динамо Брянск». К подрядчикам у губернатора четкие требования. Новый спортивный комплекс позволит не прерывать тренировки футболистам в течение всего года. Возводится он по федеральной программе развития физкультуры и спорта и будет сдан к концу следующего года. Следующий пункт поездки – спорткомплекс с бассейном в Бежицком районе. Коробка здания выполнена, идет отделка фасада, монтаж инженерных систем. К подрядчику есть замечания, которые будут устранять. Дворец единоборств. Возведение спортобъекта поддержано на федеральном уровне. Выделено 2 миллиарда рублей. Площадь сооружения более 55 тысяч квадратных метров. Это пять зданий единого комплекса. Спортивного сооружения такого уровня в нашей области до сих пор не было. За последних 30-40 лет в регионе такого объема строительства еще не было. Здесь в процессе стройки где-то металл, где-то бетон, где-то монолит. То есть здесь нет однородности видов работ. Здесь очень много видов работ, которые нужно было состыковать. В этом году дворец откроет двери для спортсменов и болельщиков. И без преувеличения станет визитной карточкой нашего региона. Он будет местом проведения соревнований всероссийского и международного уровня. Но самое главное, и на этом сделал акцент губернатор, на занятия придут тысячи брянских ребят. Масштабы, темпы строительства впечатляют и поражают. Потому что сейчас мы находимся во дворце единоборств. Это просто уникальный объект, который в топ-10. Это объект федерального значения даже. Понятно, что таких темпов строительства сооружения спортивных объектов, бассейнов, дворцов, ледовых дворцов не было никогда ни в советский период, ни в новейшей истории России. Поэтому, конечно, колоссальное напряжение строительных работ, колоссальная ответственность строителей, власти. Но то, что создается, это создается на десятилетия, если не на века. Брянская область в ближайшее время будет уже не только славна своим сельским хозяйством, как известно, как партизанский край. Это будет край спортивных достижений. Сегодня брянские спортсмены – призеры международных соревнований. Воспитанники брянских тренеров входят в состав сборной страны и представляют брянщину на Олимпийских играх. Строительство спортивных объектов – это шанс для брянских детей стать чемпионами и вклад властей области во главе с губернатором в развитие российского и мирового спорта. Наталья Будник, Денис Пашков, Максим Кузнецов, Алексей Рязанцев, Александр Жучков, Сергей Дюков. События Брянск.